часто читаю в комментариях у стасяна всегда все хорошо у стасяна всегда все прекрасно друзья если хорошо я говорю что хорошо а если не очень хорошо я говорю не очень хорошо и показываю что не очень хорошо не очень хорошо прошел у нас опороз вот свиноматка все тут было нормально я настелил соломы сделал такой типа ящичка ну думаю у нас утром было уже минус 15 сегодня утром думаешь уже все для поросят 250 ватт поставил лампу чтобы грела хорошо но там все аж горячее внутри то есть теплая лампа греет хорошо короче шо получилось после на матки свиноматки в январе будет ровно три года но она огромная свиноматка если вот 100 килограммовая там может больше а вот как выглядит это 300 плюс я думаю до 400 килограмм но очень большая неуклюжая и так дальше она если допустим не станку поросилась а в обычной клетке то было бы все намного быстрее я уже знаю как она давит в клетке она разворачивается не хочет их продавить но все равно ну неуклюжая неуклюжая потому что большая значит получается вот эти которые темнее поросята раз два три 4 5 6 7 штук раз два три 4 5 6 до 7 штук темнее она их продавила они вот тут окучковались когда был опороз меня во время опороза не было я вчера попробовал молока нету ну думаю еще не скоро думаю наверно завтра а она короче ну насколько я уже понял они кучка вали сзади она любит сюда садится вот именно в это место вот сюда садится а потом типа как лёгенько прилягает и вот она на них села вот на вот этих черных потому что они были здесь прессованы в кучку задней части ну то ладно вот эти которые побелей эти все нормально добрались до вымя смоктали молоко и там по засыпали и она их вымем придавила потому что все в рядок лежали бездыханные это я уже по вытягивал отсюда и так и там ряд лежал и здесь ну короче получается в чем проблема то проблема в том что свиноватка огромная она была помоложе сама спокойно рожала поросят и сама их нормально принимала то есть я и бывал из работы раньше проезжал это года два назад она сама поросилась и кормила поросят без вопроса без каких-либо проблем последняя порос она не в станке поросилась а в обычной клетке и тоже подавила я не помню штук 4 подавила сразу же в первые дни и она еще такая агрессивная за поросят переживает и когда я там забирал поросят колоть железо или что она ну неуклюже она разворачивается наступила на кого-то ложится она даже не чувствует что там поросят спит под ней ну то есть свиноматка большая это свиноматка самое-самое первое которых я купил двух поросят и открыл канал это было 18 января по моему если я не ошибаюсь то есть ею будет январе уже три года 18 января по моему восемнадцатом году или девятнадцатом году не помню вот в котором мы или восемнадцатый или девятнадцатом году я уже забыл когда канал открыл и она сейчас немного ну как бы живот спал она же поросилась а так у нее вы меня аж по земле уже получается провисает до до земли короче шо я решил я решил ее буду убирать сдам ее на ну живым весом так как молодежь подрастает вот у меня эфка он и в катам эфка и вот у меня с . они еще никто не покрыт за головы по одном было ну покроем дай бог я у меня спрашивали почему ты фок и кормишь на норме как всех свиноматок ну я не знаю зачем мне их откармливать как на откорм я знаю что потом могут быть проблемы 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 с загулами она может не в ней заходить за у если будет на как на откорме кормиться поэтому у них вес уже там плюс минус 100 там больше меньше они все на норме сидят и нормально покрою в этом месяце хорошо не покрою на следующий покрою то есть но я знаю зато точно знаю что они у меня загуляют а если будут сидеть на бмвд они не загуляют это сто процентов этих тоже уже будем убирать эти два кабанчика кастрированы они у меня тоже сидят не на откорме вот я всем свиноматкам рассыпал всем всем свиноматкам даю два с половиной 33 килограмма в сутки и этим так самая даю и растут ничего сейчас будем пробовать убирать первых ну одного потом второго с этим эти не были у меня на интенсивном откорме если интенсивный откорм они нарастают свиноматки вес будут набирать хороший и не завуливать это мое мнение ну вот она ложится она даже она часто развернется ну вот я так она села там были поросята я так понимаю когда она поросилась она была ближе туда а потом поросята тут огасились и она так вот и не придавила короче вот так это станок широкий увеличенная увеличенный размер если стандартный идет заводской 60 сантиметров вот такой идет 60 это заводской размер 60 60 иду и по 10 сантиметров внутри то есть так для свиноматки хватает она ровно села вниз а потом разворачивается этот станок у меня 70 ширина внизу где она разворачивается 89 но где-то 95 внизу вот по этим местам 95 сантиметров это она еле еле влазит сюда если она сейчас на бакляже как она любит ложится она еле еле сюда вмещается так что друзья вот так если все хорош машина хорош что она и зовет поросят кричит но поросят то нету машуля нашу мася у машина она и кричит зовет поросят на их но их нету но она не понимает что она уже большая и ну так получилось большая неуклюжая вот это свиноматка подобно к f1 вот такие эфки вырастают большие вот эти такими же будут даже наверно больше вот эти будут больше чем это в три года и больше короче так а вот эти свиноматки вот допустим как анфиса но петрен вот канторша тоже большой будет канторша большой будет а эти вот обезьяна киевлянка анфиса они такими не будут большими я уже как бы немного знаю какие вот каких пород хорошо поросята стреляет тут каких не очень хорошо и также есть вообще чем ты их не корми она медленно-медленно растет тоже это проходили молоко есть и все есть все струи текут то она то сейчас перегорит она кстати поела только шоу и все съем машу лично ну короче так друзья итальянцев я сюда не переводил еще пока не переводил переведу их он ту предпоследнюю клетку может завтра или послезавтра я чё не переводил думаю 20 числа будем взвешивать узнавать кто же победил угадал вес по итальянцам и думаю 20 их сюда перетяну взвешу сразу и пускай это чтобы не этот не стрессовать лишний раз они там думаю ну помучаемся уже с богданом сыном по перетягиваем на тележках их сюда по 2 штуки в тележку и сюда по перевозим то есть думаю а так сделать короче 20 ждите ролик тоже угадал вес итальянцев ровно в 90 дней самому интересно ну и также видите бумажки интересно какой будет вес ну по любому когда буду сдавать будем же взвешивать живым ну какая она была живым весом и тоже будет интересно узнаем короче вот так ну а эти буду буду убирать это я вам думаю покажу потому что говорите что всегда все прекрасно и хорошо ну вот и такое бывает вот и поела она все нормально вода есть вода в открытом доступе у нее но все равно кричит и это именно вот смотрите вода и все равно кричит и просто вот это она и все вот эти именно эфки это просто просто нечто кричат это ужас утром зайдешь там контролируешь опороз или шо я же вчера и позавчера так наведывался просто зайдешь не во время кормления это крик и такие у них вот именно вот эти вот на ремонтные тем в молчат вот потрены канторы молчат а эти это просто что-то с чем-то так что друзья ну всякого бывает ну но так получилось домик буду разбирать свет выключим и все вот такой поросята кстати да забыл сказать самое главное поросята все от моего хряка каштана которого я продал я думал от каштана оставлю часть над корм когда будут поросята поросята все крупные хорошие крупные поросята ну а так ну а так ну а ну а ну а